Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр, вы на моем канале Жизнь без дублей и сегодня репортаж из моей мастерской. Посмотрите, какую целую коробку сокровищ мне передала одна моя клиентка, подписчица, зовут ее Ольга. И вот это вот все богатство, ну прям по-другому не назовешь, вы представляете? Вот это все богатство у нас приехало в переделку. Конечно, на такую глобальную переделку мне потребуется приличное количество времени, поэтому давайте что-то такое выберем и переделаем сегодня вместе. Вот, например, есть, посмотрите, вот такая длинная, я думаю, что это, наверное, метр двадцать, нитка речного жемчуга. Очень красивый жемчуг, такой ровненький, цвет у него интересный, такой приятный. Потом есть, посмотрите, вот такие бусы. Это крупные бусины, это Майорка и между ними бусины Лабрадорита. Смотрите, как они красиво переливаются. Лабрадорит, он бывает женский и бывает мужской. Вот женский лабрадорит, он отливает голубым светом, как вот здесь, а мужской желтеньким, как вот здесь. Вот, видите, здесь можно сказать в одних бусах и женский, и мужской лабрадорит. И тоже интересное сочетание. Смотрите, как играет, да? Красота! Я вот очень люблю лабрадорит. А бывает он вообще иногда чистый, и чистый лабрадорит, он вообще прям сияет, да, до фиолетового цвета. Вот, красивое сочетание. Ну, вот, ну, Ольга сказала, что эти бусы для нее тяжелые, но они, правда, достаточно тяжелые и уже как-то скучноваты для нее. Поэтому подумаем, и что-то из них, ну, в этот или в следующий раз я сделаю. И, видите, к ним был вот такой браслет, и браслет этот, он вообще на резинке, резинка эта растянулась. Конечно, с такими тяжелыми камнями браслет лучше делать не на резинке, а все-таки собранный на трос с нормальным замком. И из этой композиции, из этих бусин можно сделать очень красивые серьги, выделив бусины, да, либо вот такие серьги крупные, либо вот эти бусины с чем-нибудь скомпоновав. Дальше в этой шкатулке сокровищ есть совершенно шикарный кристалл Сваровский. Причем это именной кристалл, это коллекция Жан-Поль Готье, которую вместе со Сваровским в коллаборации выпустили, не знаю, честно, в каком году. Ну, вот такой очень необычный кристалл, при этом у него в цапе, ну, вот в креплении, да, вот он, видите, вытаскивается, она даже не зажатая, эта цапа, есть отверстие, через которое теоретически можно закрепиться и встроить этот кристалл. Ну, вот здесь вот тоже мы видим всякие, например, вот в жемчуг можно вовнутрь строить, ну, это я так как идеи набрасываю, да, например, взять там жемчуг вот как вот двух цветов и в них встроить этот кристалл, ну, как вариант. Вот, тоже очень интересная может получиться работа. Жемчуга в этой шкатулке сокровищ очень много, ну, я уже не раз говорила, что жемчуг почему-то вот все приносят, ну, потому что просто в нитке его как-то неинтересно, скучновато уже носить, особенно как-то с возрастом, когда он у тебя всю жизнь существует, как-то совсем это уже грустно и скучно, поэтому вот с жемчугом тут прям есть чем заняться нам. Причем есть такие неплохие интересные украшения, вот посмотрите прям какая нежность тут жемчуг, крупный, мелкий, да, проставлен через лазурит, какие-то золотые бусинки, мне кажется, что прям очень даже симпатично. Вот. Потом есть вот такое украшение еще тут, майорка и розовый кварц. Ну, тоже, видите, здесь все без фурнитуры, просто в одну нитку сделано. Сережки даже достаточно интересное само крепление, вот, мне кажется, не надо с ним ничего переделывать, может быть, заменить подвеску, потому что, видите, у нее уже там крючочек, вот это потемнело, и, конечно, все вместе это так уже простовато смотрится, тоже можно что-то подумать. И вот, на мой взгляд, есть очень интересное колье, смотрите, тут сочетание. Во-первых, все это на шнуре на кожаном, это все не пластик, а металл, причем хорошего качества, такой тяжеленький, прям приятный. И, видите, он со временем, украшение, судя по виду жемчуга, видите, оно такое потемневшее. И жемчуг это натуральное, при этом он, видите, как сильно просверлен, чтобы на шнур одевался, да, ну, такие шармы сделаны, и бусины шармы, и из жемчуга сделаны шармы, вот, и у него регулируется длина. Вот тоже Ольга сказала, что ей уже это поднадоело, все это простовато для нее, и она хочет из этого что-то более шикарное. И при этом, смотрите, тут еще есть вот такой прекрасный, на мой взгляд, кулон. То есть вот здесь сделаны такие стеклянные линзы, натуральный перламутр, стразы. Вот, видите, он в металлической такой оболочке, она такая немножечко уже потерлась, но при этом у нее, я бы даже сказала, винтажный вид, это вот какой-то бренд шведский, наверное, не знаю, немецкий, я не очень знаю, но по качеству видно, что это прям качественная вещь. И вот, опять же, Ольга говорит, что она этот кулон не носит, и вот у меня уже на скидку возникла идея совместить этот кулон каким-то образом, смотрите, встроить его, если в эти бусы, да, вот уже сразу они, мне кажется, прям очень дружат. И предлагаю добавить сюда вот этот жемчуг. Посмотрите, все вместе, ну, по-моему, может получиться просто такая шикарная, современная, модная и стильная композиция. Посмотрите, как все здорово, на мой взгляд, сочетается. Если вам нравится, прям сейчас поставьте, пожалуйста, лайки. Да, и прежде чем мы начнем, хочу вам напомнить, что в сообществе моих подписчиков на ресурсе boosty.tool я веду подробные мастер-классы и рассказываю и о переделках, и делаю обзоры фурнитуры, а также веду курс мой YouTube, где рассказываю, как монтировать, как размещать видео, ну, и всякие-всякие такие секретики для начинающих и, ну, ютуберов, может быть, даже из-за стажа, может быть, кому-то будет интересен мой опыт. Так что присоединяйтесь, ссылочка есть в описании к видео. Так, что здесь еще? Здесь еще, смотрите, вот такой браслет с керамикой есть. Ну, мне кажется, что он вообще прям вот нормальный браслет. Просто Ольге он поднадоел. Надоел. И янтарный кулон. Вот янтарный кулон, кстати, тоже приносит все. Вот все, кто приходит, приносят жемчуг и янтарный кулон. Ну, видимо, в свое время было модно. И посмотрите, какой еще вот есть тоненький тоже прекрасный жемчуг. Ну, вообще, вот в эту композицию жемчуг прекрасно, да, встраивается. Мне очень нравится, как получается. Вот, ну что, давайте приступим к переделке. Ну, и так, в этом выпуске будем переделывать вот это вот колье. Встраивать сюда кулон, встраивать сюда жемчуг. Для того, чтобы нам начать, нам нужно развязать вот эти узелки, потому что я хочу на одну из этих нитей вот вовнутрь встроить вот этот кулон. Ну, то есть, одеть его туда. Для этого, соответственно, мне нужно перебрать. И вот вместо этих некоторых бусинок я хочу вытащить, потому что у меня есть мысль как-то их проставить, может быть, среди этого жемчуга, а может быть, и нет. В общем, сейчас пока буду развязывать, подумаю над конструкцией и вам расскажу о своих мыслях. Ну, развязывается достаточно просто. При этом видно, что носилось это все-таки долго. В чем вот преимущество кожаного шнура, в отличие от текстильного, в том, что он, видите, ну, очень хорошо себя ведет в носке, то есть с ним ничего не произошло за годы эксплуатации. Вот, все задают вопрос, как я с таким маникюром занимаюсь украшениями, но мои зрители знают, что я точно занимаюсь украшениями, несмотря на маникюр. Я, собственно, и делаю маникюр для того, чтобы сберечь ногти. Вот, ну вот, мы сняли с вами вот этот элемент. Так, теперь дальше снимаем вот эти бусины и частично разбираем вот эту нитку, куда, собственно, и собираемся встраивать кулон. Ну, теперь смотрите, какой мы с вами имеем проблему. Об этой проблеме, кстати, я рассказывала на мастер-классе, который выложен в сообществе моих подписчиков в курсе дизайнера украшений, но мы ее там решали немного по-другому. И там была эта же проблема, но на большом количестве элементов в бусах. Вот, и еще раз повторюсь, мы там ее решали не так, как сейчас, а тоже очень интересный я предложила способ. Значит, смотрите, какая у нас проблема. Видите, отверстие какого размера, да, и какого размера шнур, куда мы будем это одевать. Сразу все повисает, болтается и становится некрасиво. То есть те бусины, которые мы оденем рядом, они тоже повиснут. Ну, то есть если оставить все как есть, будет выглядеть вот так, да. Ну, согласитесь, что это некрасиво. Не наш метод. Как же нам сделать так, чтобы вот кулон держался, ну, вот как нужно. Смотрите, у меня есть вот такой толстый каучук. Сейчас мы проверим, он подходит ли он по диаметру. Да, он прям подходит по диаметру для вот этого кулона. То есть, видите, можно было даже его вот так посадить. И при этом он подходит по диаметру и для шнура. То есть шнур туда вполне себе заходит. Соответственно, сейчас я отрежу фрагмент этого шнура толщиной с вот эту дужку и вставлю его туда, потом продену шнур. Итак, вот у меня такое колесико каучука. Вставляю его, вот видите, прям ровненько он как подошел. И далее я продеваю кулон на шнур. Ну что, вуаля! Видите, совсем по-другому держится. Только крайняя здесь должна быть все-таки не жемчужина, чтобы она вот так не подходила, а металлический элемент, чтобы именно он терся, а каучук сейчас заменю. Ну вот, посмотрите, как аккуратно, все прилично и красиво у нас с вами получается. Ну, короче, если вы не знали об этом раньше, если вы под впечатлением, то в качестве благодарности напишите мне комментарий «Класс!» и поставьте лайк. Ну и давайте продолжим собирать бусы. Так, ну кулон встроили. Вот что у нас получилось. Все очень даже симпатично. Так, теперь я отмерила, какая нам нужна длина, и в этом месте завяжу такие узелки, соединив вместе эти два шнура. Дальше объясню. Ну вот, смотрите, хочу вам композиционно, да, показать. Вот у нас бусы, и вот примерно по длине они вот так вот и подойдут. Вот тут будет кулон. Такую длину просила Ольга, наша заказчица, и, конечно, я к этому прислушиваюсь, на это реагирую. И бусы, на мой взгляд, получаются современные, и с кулоном, сочетание жемчуга с металлическими элементами, все хорошего качества, и мне кажется, что очень интересный у нас получается результат. Вот, теперь осталось только придумать, как все это закрепить. При этом хочу вам напомнить, что нитку жемчуга я не буду разбирать. То есть оставлю ее такой, какая она есть, потому что мне жалко разбирать такой шикарный жемчуг. Вот, и, может быть, через какое-то время Ольге надоест это украшение, из него будет достаточно легко изъять жемчуг и использовать его еще раз в каких-то других украшениях. Так, ну что, придумываем кребетку. Ну, вот я нашла решение, я нашла вот такие вот у себя шапочки. Сейчас я в них закреплюсь, вот с этой стороны я уже это сделала. И, соответственно, вот видите, у нас закреплен шнур, закреплены бусы. Подробно, как я все это сделала, будет в этом же выпуске, только в полной его версии в сообществе моих подписчиков. Ссылка будет в описании к этому видео. Ну, и нам осталось сделать то же самое со второй стороны, и повесить сюда замок и цепочку-удлинитель, что я сейчас и сделаю. Так, у нас с вами уже получилась наша конструкция. Она вот такая, да. Здесь у нас два таких вот бочоночка, назовем их. Я подобрала замочек лобстер, он тоже вот такой симпатичный, сердечком. Видите, такой же блестящий, как и вся остальная фурнитура в этом украшении. И сейчас я через колечки его одену. Вот, у самого замочка вот эти колечки, они не разъемные, поэтому я сделаю еще дополнительные колечки. И вот так вот, помните, да, как мы правильно с вами все здесь делаем, прикрепляю. И с другой стороны я хочу еще одеть цепочку-удлинитель, для того, чтобы колье было комфортно носить, и можно было подрегулировать длину под вырис, я стараюсь всегда поставить цепочку-удлинитель. Ну, в принципе, нашу работу на сегодня можно считать оконченной. Сейчас я вам еще покажу окончательный вид колье на себе, и покажу фотографию. Вот так. Да, и вот это вот надо еще колечко здесь у нас есть. Оно уже нам будет лишним. То есть вот так будет все застегиваться. Вот. Внутри все у нас тоже прилично. Клеить тут не видно, потому что у нас узелки. Вот, все культурно. Вот. Ну, вот такое у нас получилось с вами колье в результате наших трудов совместных. Сейчас я его примерю. Вот, посмотрите. Мне кажется, очень красивая композиция, как раз как хотела клиентка. Мы осовременили колье, сделали его интересным, необычным. Таким смесовым, пышным, да? Вот. Ну, спасибо, что были со мной. Не забудьте написать в комментариях, как вам понравился этот выпуск. Кому интересно посмотреть поподробнее, переходите по ссылке в описании к этому видео, в сообщество моих подписчиков. И смотрите много-много интересных выпусков из курса «Дизайнер украшений» и курса «Мой Ютуб». И не забудьте подписаться на мой канал, если вы меня только что нашли, чтобы не пропустить новые интересные выпуски, которые я постоянно выкладываю на Ютубе. С вами была Таша Муллер. Пока-пока. До новых встреч. И желаю вам творчества в душе и без границ. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok